Субтитры создавал DimaTorzok На первом уроке я дал фон И начали говорить в слове Блаженны И мы сказали, что первые три Блаженства относятся к Исаии 61 И Ишуа берет то понятие, которое у нас распространено каждый хочет быть счастливым И переворачивает его от стандарта приемлемого в этом мире Стандарта этого мира, ты будешь счастлив если у тебя будет хорошая зарплата, хорошая работа хорошая машина, хорошая жена, хороший дом Это то, что делает людей счастливыми И Ишуа берет эти понятия И говорит, блаженны нищие духом Эм миршу мальхута шамиым Они унеследуют небесной пасхи Ишуа берет эти понятия, которые в скорби они будут утешены Ишуа берет эти понятия, они унеследуют землю По нашим понятиям, все, что у нас есть то, что делает нас счастливыми это находится в этом мире Но Ишуа вытаскивает нас Из понятия сейчас И вводит нас в будущее Небесное царство Это то, чего мы все ожидаем Здесь мы в трауре И мы упоминали, что есть в книге Исаии и у пророков понятие скорбящее Сиона скорбящее о состоянии Сиона В Исаии 61 написано, что Бог даст им украшение вместо пепла Очевидно, что Ишуа имел в виду именно это Блаженные жаждущие и алчущие правды Мне кажется, что нет человека, который бы верил в Библию Нет человека, который верит в Бога Нет человека, который верит в Ишуа И он серьезный верующий Который не является голодным И жаждущим Потому что мы смотрим на наш мир И если нету Небесного царства И нету Судного дня И люди не отчитываются о своих поступках Так тогда стоит быть преступниками Стоит быть ворами в законе Потому что преступники Они достигают в этом мире Это не мое понятие Это понятие, которое есть и в Новом Завете И в Танахе Очень частенько повторяется Например, в Псалмах говорится Злодей и хорошо ему, праведник и плохо ему Злодеи преуспевают А праведники страдают И в Новом Завете У нас есть история О богаче, который наслаждается И праведный лазер К которому собаки лежат И это та же самая идея Праведник страдает И злодей преуспевает Но в конце Праведник находится у Авраама Отца нашего И ему хорошо И злодей В воду В огне Он моляет, чтобы ему дали капельку водички Это идея, которая находится Именно вот здесь Вот у нас В заповедях Блаженства В Пасок 7 Мы говорим Ашрая Рахманим Ки Эм Йерухаму В 7 стихе мы читаем Блаженные Милосердные И к ним будет Бок Милосерт И здесь есть правило Которое проходит через все учения Ишуа Не только Ишуа Но через всю Тору Меда Кенегед меда Мера за меру Если ты будешь нормальным То люди с тобой будут нормальными Если ты милосердный И над тобой будут милосердными Если ты будешь прощать Тебе также простят Если ты будешь давать Тебе тоже будут давать Вот это правило Мера за меру Это центральный принцип В отношениях Бога к людям Но не только в отношениях Бога Так же мы друг к другу Так же относимся Мы любим тех кто любит нас Мы даем тех кто дают нас Мы даем тех кто дают нас Мы благословляем тех кто благословляет нас Это правило Кенегед меда Кенегед меда Кенегед меда Кенегед меда Которые Иешуа берет из псалмов И в псалмах это фигурирует несколько раз Я дам только места И мы не будем сейчас смотреть Тейлим 18-25 Псалмы Сейчас я не смотрю У нас может быть в русском переводе Разхождение на один псалом Он сказал 18 Я думаю, что это правило Это в отношениях Это в тейлим 18-25 В 18-25 У нас это может быть 17-25 Возможно, я не знаю В связи с русским В связи с бары львов Мы снова начинаем это В тейлим В том тейлим Псалмах 18-26 Следующий стих Вероятно это 17-26 Да, возможно Ты можешь узнать Я думаю, что это 18 Я найду Я думаю, что это евреи Англии и русские Да, по-разному Иногда скачут как арабские скакуны Итак, в псалме Я сказал 17 Я сказал 17 17-25 Псалмах Псалмах 9 стих Блажены те, кто добиваются мира Бог назовет их своими сынами Это очень важный Это очень важный текст Потому что преследовать мир Это заповедь, который фигурует в Псалмах И в псалмах Частенько И в пророках Шалм Шалм Это одна из Шалм Мир Это одна из Черных характера Бога Преследовать мир Преследовать мир Это не только Преследовать мир Преследовать это Активное действие Это то, что Усилий И нелегко Сделать мир И попросить мир И Требовать Искать Эти вещи Эти вещи Нужно Сделать Активным образом Не сказать Если они хотят Семьи быть мирными Тогда я буду с ними мирными А вот если они нет То Иешуа говорит Тот, кто будет преследовать мир Будет назван Сыном Божьим Что Мы Регишим Монах Бен И Нам Понятно Хочется Иметь это качество Потому что Иешуа является Сыном Божьим И Следующее утверждение Он Тоже Очень тяжелое Блаженны те Кого гонят за исполнение воли Божьей Царство небес Для них Это не только гонимые Этого Этого Те Кого Что Гонимы Из-за того Что Из-за Божьего Царства Из-за Праведности если кто-то преследует тебя из-за того, что ты украл не получишь небесного царства если люди гонятся за тобой потому что ты побил их дочь то ты не получишь небесное царство но если тебя гонят из-за праведности будет у тебя небесное царство потому что быть гонилом из-за праведности это из-за того, что общество не ищет праведности общество не ищет прямоты хорошости и правильности и не только сегодня кто читает пророков видит, что пророки говорят об этом все время все пророки говорят общественной несправедливости об использовании как богатые используют бедных о том факте, что сильные используют слабого не так уж много справедливости в этом мире и тогда не было и из-за этого Бог посылает пророков чтобы вернули народ обратно к принципам праведности и снова праведность это одно из качеств Бога это легко понять это легко понять второе в 11 Блаженны вы будут клеветать из-за Yeshua и вот тогда Yeshua говорит вам это удалось вы поднялись на ступеньку выше из-за того, что люди вас преследуют из-за меня смотрите тот кто еврей в Израиле и верит в Yeshua рано или поздно он будет испытан вот в этом 12 стихом это непопулярно верить в Yeshua сегодня в Израиле это тяжело я не хочу говорить об этом слишком много но есть здесь люди которые пытались убить вставляли бомбы в их дом только из-за того, что люди верят в Yeshua я знаю я знаю мы здесь снова остановимся и приглашаем вас на следующий урок продолжение учения о Нагорной проповеди шалом мирвам м м м м м м м Субтитры подогнал «Симон»!